Варёную колбасу люблю прямо безумно, если докторская. Наспор, что съем целое кило. И столовую люблю, и чайную, и зельц, и копчёную, и полукопчёную, и сырокопчёную. Так с восторгом перечислял свои любимые продукты герой рассказа Виктора Драгунского «Что любит Мишка». Колбаса была народным символом того времени, как, впрочем, и всевозможные котлеты, бифштексы в столовых. Что и говорить, мясная промышленность по праву считалась гордостью Советского Союза. Как строились гиганты пищевой индустрии в СССР? Мясо как инструмент идеологии изобилия? Из чего делали знаменитую докторскую колбасу? И в чём секрет синих кур? Об этом расскажем в новом выпуске «Вкусно по ГОСТу». Лучшее предприятие по переработке мяса в СССР. Комбинат имени Анастаса Микояна создавался, как говорится, не на пустом месте. Ещё в конце 19 века близ деревни Дубровка, а сейчас это район станции метро Пролетарская, располагались скотобойни. Из-за гниющих отходов место это было пренеприятнейшим. Столичный городоначальник Алексеев решил модернизировать бойни. В итоге появился самый современный в Европе на тот момент комплекс по убою скота и разделке туш. Так что после революции большевикам досталось около 50 строений с водопроводом, канализацией, внутрифабричной железной дорогой, а также ресторан, музей мясного дела и даже библиотека. После окончания гражданской войны в стране ощущался острый дефицит продуктов питания. И если муку и картошку ещё можно было найти, то с мясом было совсем туго. Лишь к середине 20-х годов ситуация с продовольствием наладилась. Специалисты разрабатывали новую советскую кухню. Часто за основу брали царские рецепты и упрощали их. Блюдо могло поменять своё название, и биф-огорев превращалось в бифштекс с луком. А вот бестроганов почему-то не стали переименовывать. Более того, позже его включили в советские кулинарные сборники. Переименование блюд в Советском Союзе коснулось около 600 позиций. Но одно горячее осталось неизменным в своём названии, несмотря на его буржуазное происхождение. Речь идёт о бестроганове, которое мы сейчас и приготовим с нашим поваром-технологом Людмилой Малковой. Названо оно было в честь графа Строганова, и рецепт этого блюда был известен практически любому советскому повару. О бестроганов мы начнём с приготовления мяса. В советское время были определённые стандарты, и для приготовления бестроганов всегда использовали только вырезку, самое ценное мясо. Ну и толстый тонкий край. Ну, зачищаем плёночки, если какие есть у нас. И здесь есть такая особенность. Нарезать нужно, вот видите, поперёк волокон, чтобы хорошо, быстренько прожарилось мясо. Нарезаем его тонко. Я буду нарезать пласты. Пласты необходимо будет ещё отбить, и потом только нарезать кусочками. Ну и сейчас из отбитого мяса мы будем нарезать соломочку. Ну и пока я буду нарезать мясо, предлагаю вам лучок тоже соломочкой тоненькой довольно порезать. Итак, у нас продукты готовы, начинаем обжаривать. Давайте. Я буду жарить одновременно и лук, и мясо. Но в это блюдо мы добавляем соус сметанный. Вот у меня есть здесь мука пассированная, охлаждённая, и мы её разводим охлаждённой водой. Ну и давайте соус наш сметанный, мы его тоже поставим. Мы его должны прогреть, прежде чем соединить с мясом. А сметану мы туда не добавляем пока? Пока нет. Мы доведём до кипения, а потом добавим сметану. Соус у нас закипел. Прогреем. Вот. Соус у нас тоже готов. Сейчас начнём готовить гарнир. Мы закладываем макароны в горячую подсоленную воду. Какие лучше макароны использовать? Нужно использовать любые, тут главное соблюдать. Вот на одну часть макаронов берём 5-6 частей воды, чтобы просто сварить и откидным способом. Макароны изделия не промывают. В процессе варки, чтобы они не слипались, мы добавим чуть-чуть вот прям растительного масла. Мясо зажарилось, то, что нам надо. Ну а теперь давайте будем солить и добавлять перчик. Пожалуйста. Мне доверяете. Конечно. Ну и сейчас мы сюда добавляем наш пассерованный лук. И соединяем с соусом. Вот бифстроганов мы его прогрели. Он такой соус обволакивающий получился. И оставляем на краю плиты. И ждём, пока приготовится гарнир. Заправим макароны ещё маслом растопленным. Мы не обойдёмся без зелени. Ну что ж, друзья, наш классический бифстроганов или мясо по-строгановски по ГОСТовскому рецепту готово. Берите на заметку, не разочаруетесь. Рецепт бифстроганов. Нарежьте говядину поперёк волокон тонкими пластами. Отбейте мясо и затем нарежьте соломкой. Обжарьте мясо до румяной корочки. На отдельной сковороде обжарьте лук, нарезанный полукольцами. Разбавьте охлаждённую пассерованную муку водой. Доведите соус до кипения. Добавьте сметану и прогрейте. Добавьте в мясо соль, перец и лук. Соедините с соусом и прогрейте. Подавайте бифстроганов с макаронами, свежими овощами и зеленью. Любите готовить? Подписывайтесь на «Вкусно по ГОСТу» в социальных сетях. Там вас ждут десятки рецептов, интересные факты и много ностальгии. 20 декабря 1929 года Политбюро ЦК ВКПБ утвердило постановление о мероприятиях по разрешению мясной проблемы. В документе была поставлена задача до конца пятилетки довести производство мяса в стране до 100 миллионов пудов. В целях ликвидации чрезвычайной отсталости мясной промышленности предполагалось строительство крупных перерабатывающих предприятий с холодильниками и транспортной инфраструктурой. Для регулирования отношений в этой сфере было создано объединение «Союз мяса». Через год специалисты этой организации отправились в Чикаго. Целью командировки было изучить опыт переработки мяса, чтобы совместить русский революционный размах с американской деловитостью. В последний день 1933 года были запущены в эксплуатацию модернизированные цеха бывших Алексеевских боин. Теперь первый московский колбасный завод. Еще через год предприятию было присвоено имя Наркома пищевой промышленности СССР Анастаса Микояна. Одновременно в Ленинграде начал работу комбинат имени Сергея Кирова. Всего в начале 30-х по всей стране было построено 128 новых мясокомбинатов. Это был настоящий рывок в развитии пищевой промышленности и снабжении населения качественными мясопродуктами. На базе Центрального института общественного питания разрабатывались новые рецепты блюд и изделий из мяса. Так в 30-е годы появились сорта колбас, которые и есть в магазинах и сейчас – русская, чайная и знаменитая докторская. Если мы говорим про знаменитый рецепт 30-х годов именно докторской колбасы, мы должны сказать, что это традиционное сырье. Это, конечно же, говядина высшего сорта, это полужирная свинина, это жирная свинина в определенных долях. И это кардамон, сахар, соль, селитра. Почему докторская? Первоначально предполагалось, что эта колбаса будет, скажем так, реализовываться и ей будут кормить и организовывать питание в лечебных учреждениях. Потому что по одному из указов того времени было прописано, что эта колбаса как раз для граждан, которые пострадали во время гражданской войны. Сталинская идеология эпохи изобилия нашла широкое отражение и в искусстве. Так, в октябре 1936 года в Столичном театре народного творчества состоялась постановка «Изобилия». Участвовали в ней 800 работников пищевых предприятий СССР. В спектакль из двух отделений были включены акробатические номера, жонглирование и хор «Сосисок и колбас». Мы, советские колбасы, широко проникли в массы на 125 сортов, ждем мы только ваших ртов. В годы Великой Отечественной войны мясокомбинаты были перепрофилированы на производство консервов, концентратов и лекарств. Последние готовили на основе животных ферментов. К концу войны на Микояновском комбинате, например, выпускали около 40 наименований препаратов. А на Ленинградском мясокомбинате было налажено производство пенициллина. После окончания Великой Отечественной все силы были брошены на восстановление экономики. Страну надо было накормить. В 1947 году отменена карточная система. Меры по стимулированию сельхозотрасли, принятые после смерти Сталина, привели к значительному росту объемов производства. Оно увеличилось на 75%. Теперь на предприятии общественного питания мясо поступало регулярно. К этому времени было разработано множество рецептов блюд из мясного фарша, котлеты, беточки, бифштексы. Еще одно классическое мясное блюдо в советской кухне – это бифштекс. Вот, правда, готовили его иногда по-разному, и способы подачи тоже были разные. Так, все-таки, Людмила, в чем секрет вкусного советского бифштекса и как мы его будем готовить и подавать? Ну, здесь особенность какая? Здесь фарш приготовили заранее, и в фарш добавляли шпик. Если это была промышленная столовая, то шпик могли пропустить сразу с мясом. Он давал сочность этому блюду, а в ресторане его нарезали кубиком. Чтобы вот он во время тепловой обработки раскрылся, сало отдало жир в мясу, и сочный бифштекс получался. Мы будем резать кубиком. На гарнир у нас сегодня пойдет замечательный картофель фри. И у нас сегодня будет бифштекс по-деревенски, и нам понадобится лук репчатый, нарезанный колечками. Я займусь фаршем, а вы, пожалуйста, иди. Сало шпик использовали сырым, не соленое должно быть, потому что соленое, конечно, даст другой вкус. Колечки мы заранее раскрываем. Чем все-таки бифштекс отличается от привычным и знакомым нам всем котлет? Ну, во-первых, формой, наполнителем. Ну и тут, если мы готовим натурально рубленый бифштекс, то его не панируют перед жаркой. Ну и, как всегда, в фарш мы добавляем соль, перец. Начинаем его перемешивать. И мы понимаем, что сало дает сочность, но в любом случае для сочности мы обязательно добавим еще воду. Для бифштекса фарш потом не отбивают, как для котлет? Отбивают. Весь фарш всегда отбивают, иначе наши полуфабрикаты в изделиях дадут трещину. А вот если брать ценовой аспект, какой был наиболее продукт доступен? Котлеты, бифштекс? Для потребителя? Да, 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 конечно. Ну, конечно же, котлеты, беточки, бифштекс чуть подороже был, потому что здесь натуральное мясо без хлеба. Все мы хорошо перемешали и будем отбивать. Ну, и для того, чтобы легче порционировать бифштекс, я руки смачиваю водой. Мы его сначала порционируем. Вот мы закатали наши шарики. И при помощи лопатки придаем форму. Сантиметр-полтора примерно толщиной. Вес бифштекса отличался в зависимости от того, где его готовили. Либо в столовой, либо в ресторане. В ресторане, конечно, он был побольше. Ну и начинаем обжаривать наш бифштекс. Здесь очень важно хорошо раскалить жир. Бифштекс у нас получился румяный, хороший, но мы его будем прогревать перед подачей. А сейчас мы будем готовить гарнир. Это лук фри и картофель фри. Мы будем параллельно жарить и лук, и картофель. Приготовление во фритюре предполагает, что жира мы берем в 4 раза больше, чем основной продукт. Лук мы панируем прямо в муке. Хорошо. Не подсаливаем пока его. Нет, потому что он тогда не будет хрустящий, румяный. Картофель перед тепловой обработкой мы промыли, чтобы удалить излишки крахмала. И картофель получился достаточно румяный и хрустящий. И для удаления влаги мы выкладываем на полотенце. Жир для лука у нас готов. Будем постепенно закладывать. Ну и параллельно будем жарить картофель. У нас фритюр тоже уже готов. Не весь, постепенно. Вот он весь такой румяный должен у нас получиться. Пока мы готовим гарнир, мы должны бештекс довести до готовности. Ставим его в расстоечный шкаф, где температура 160 градусов и время примерно 5-7 минут. Если у вас нет расстоечного шкафа, вы оставляете на сковороде и закрываете крышечкой на то же самое время. Картофель мы солим после того, когда появилась румяная корочка. Лучше, конечно, солить мелкой солью. Слегка присолили. Выкладываем бифштекс. Мы можем даже вот сачок, который получился от бифштекса. Чуть-чуть полить, да? Ох, какая красота. И сверху у нас бифштекс по-деревенски, поэтому мы сверху располагаем лук фри. И с другой стороны предлагаю помидорчик. Так же? Да. Ну что ж, друзья, наш бифштекс готов. Запоминайте классический, вкуснейший советский рецепт и не путайте с котлетами. Рецепт бифштекса по-деревенски с картофелем фри. Измельчите шпик и соедините с фаршем. Добавьте соль, перец, воду и перемешайте. Отбейте массу. Сформируйте бифштексы и обжарьте до румяной корочки. Поставьте бифштексы в духовку, разогретую до 160 градусов на 5 минут. Также можно довести их до готовности в сковороде, накрыв ее крышкой. Для гарнира нарежьте лук кольцами, запанируйте в муке и обжарьте. Картофель нарежьте дольками, промойте и обсушите. Обжарьте во фритюре и выложите на бумажную салфетку. Посолите. Выложите бифштексы на тарелку. Сверху разместите жареный лук. Подавайте с картофелем фри и овощами. В мае 1957 Никита Хрущев, выступая перед сельхозработниками, предложил в три раза увеличить объем производства мясомолочной продукции, обогнав по этим показателям США. Завышенные планы по сдаче мяса привели к тому, что под нож отправляли даже репродуктивное стадо. Все это наложилось на провал кукурузной компании, следствием которой стал импорт зерна, в том числе фуражного, из-за границы. Уже в 1962-м в стране поднялись цены на мясо. В магазины выстраивались очереди. В торговых точках зачастую висели плакаты с надписью «Догоним и перегоним США по производству мяса и молока». Выглядело это нелепо. Рассказывали, что одна старушка, жительница Ленинграда, стоя в очереди, крестясь, пробормотала. Слава богу, что по хлебу еще не догоняют. Еще одной приметой времени стала птица, которая в 60-е появилась на прилавках магазинов. В народе ее прозвали «синий». Куры действительно имели синеватый оттенок и остатки пера. Красноречиво описывал этих кур все тот же Виктор Драгунский в рассказе «Куриный бульон». Герои, отец и сын, варили большую синеватую с длинными костлявыми ногами курицу. Чтобы бульон не получился лохматым, им пришлось опаливать тушку на газовой плите. Блюдо вышло неудачным, хотя отец мальчика уверял, что из курицы можно приготовить не меньше сотни чудесных питательных блюд, несмотря на ее непривлекательный внешний вид. Куры, которые продавали в советское время, они, конечно, отдавали таким синим оттенком, синим цветом. Это было связано с технологией. Птица была оглушена, и ее помещали в такие вот барабаны для снятия пера, потому что процесс был автоматизирован. И вот этот процесс, скажем так, когда птица вращалась и ударялась, он приводил к таким вот синякам и синему цвету. На вкус данная технология не влияла. На вкус больше влияло то, что птицу меньше обрабатывали различными антибиотиками, различными, скажем так, химическими какими-то веществами. В результате мы получали более такую естественную, скажем так, птицу. Блюдо из птицы – главное на праздничном столе. Цыплята-тапака первое время экзотика. Курице придавали плоскую форму с помощью кастрюли с водой или другого груза. Впрочем, советские хозяйки были изобретательны. Запекали курицу, например, на бутылке или в обычной трехлитровой банке. Что же касается предприятий общепита, то рестораны, к примеру, предлагали советским людям отведать котлеты по-киевски, куриные котлеты с печенью, чахах били или курицу в кляре. Сейчас мы приготовим еще одно мясное блюдо по классическому советскому рецепту. Правда, оно уже будет из курицы. Подавать его можно будет и без гарниров. Его можно расценивать как отличную альтернативу современному фастфуду. Да? Однозначно. Значит, для приготовления теста кляр мы отдельно готовим, отделяем белок от желтка. Белочек мы оставим охлаждать. Замаринуйте птицу. Для маринования вам понадобится соль, перчик, небольшое количество растительного масла. Ну а на желтке мы будем готовить тесто. В тесто мы добавили уже соль, небольшое количество сахара. Для кляра мы добавляем молоко. Перемешали и добавляем частями просеянную муку. Смотрим, тесто должно получиться как густота средней сметаны. Вот такой. Лучок сюда не будем добавлять, только соль, перец и маслица. Да, если есть желание, можно добавить небольшое количество лимонной кислоты или сока лимона. И тоже мы его накроем и поставим в холодильник. Тесто у нас получилось. Немножечко густоватое, но мы добавим потом сюда еще белочек взбитый, и оно будет нужной консистенцией. То есть количество муки мы регулируем абсолютно самостоятельно. Тут зависит от сорта и вида муки. Но мы используем только пшеничную, и мы используем муку высшего сорта. Ну и как любое тесто, оно должно постоять в любом случае 20 минут при комнатной температуре, а белок охлажденный взбиваем. Теперь мы его аккуратно перекладываем в тесто. Давайте, Саня. Белок в тесто добавляют непосредственно перед самой жаркой. Тогда тесто не будет стекать с птицы и получится очень пышным. Аккуратным движением перемешиваем в тесте. Ну и таким образом у нас уже готово и тесто, и курица. Здесь очень важно курицу, чтобы она не была влажная. Мы ее кунаем в тесто. Ага, ну вот оно и прилипает у нас прям так птица. Да, и аккуратно закладываем в готовый фритюрный жир. Птица наша в кляре выглядит красиво, но температура жарки фритюрного жира высокая, и изделия внутри могут оказаться сырыми. Поэтому мы всегда доводим до готовности в жарочном шкафу. Мы ставим опять температуру градусов 160-180, ну и время минут 5-7. Ну и здесь есть такая особенность, выкладываем горочкой или колодцем. Попробуем. Кстати, я думаю, что так можно приготовить не только курицу, да, вот по-доброму образом. Так можно приготовить рыбу, можно приготовить цветную капусту, то есть ее предварительно можно отварить. Как-то мы пробовали, так готовили фрукты в тесте кляр, да. Ну, тогда в тесто немножечко побольше добавим сахара. Итак, друзья, наша курица в кляре готова. Может быть, это и не самое полезное блюдо с той точки зрения, что готовится оно в большом количестве жира, но это действительно очень вкусно. Так что берите на заметку и балуйте себя и своих близких. Приятного аппетита! Рецепт – курицы в кляре. Нарежьте курицу небольшими кусочками, добавьте соль, перец и немного масла. Уберите в холодильник на 20 минут. Для кляра отделите белок от желтка. Белок охладите. Желток соедините с солью, сахаром и молоком. Постепенно добавьте в тесто муку и перемешайте. Оставьте на 20 минут. Затем добавьте в кляр взбитый белок. Окуните кусочки птицы в кляр и обжарьте во фритюре. Затем поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов на 5-7 минут. В советские времена считалось, что главная задача общественного питания – сытно и вкусно накормить работающего человека. Сегодня же многие люди заботятся о здоровье, предпочитают так называемое правильное питание, считают калории, отказываются от соли и сахара. Но все же иногда в воскресном утром позволяют тебе глазунью с парой ломтиков поджаренной докторской или заказывают в кафе бифштекс с картошкой. Попробуйте и вы приготовить что-нибудь по старинным советским рецептам, ведь раньше действительно было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова